В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В рамках акции «Спасибо врачам» депутаты Совета депутатов и члены партии «Единая Россия» приготовили для медиков новогодний сюрприз. В действительности поддерживают сотрудников, их вдохновляют, что стимулирует дальше к работе. Волшебное превращение тысячи новогодних украшений были произведены из 200 килограммов полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки. Это финал производства елочных игрушек из торсырья. У нас получился такой симпатичный шарик, елочное украшение. Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа совместно с Управлением государственного автодорожного надзора провели рейд «Технический контроль». У водителей отсутствует карта торгового нарушения. Приближение Нового года приносит праздничное настроение даже тем, кто сегодня продолжает упорно трудиться на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. В рамках акции «Спасибо врачам» депутаты Совета депутатов и члены партии «Единая Россия» приготовили для медиков новогодний сюрприз. Привезли фрукты и нарядили елку. Новый год – время чудес, а в сказке нуждаются не только дети, но и взрослые. 2020-й для врачей стал самым тяжелым за последние несколько лет. И даже в преддверии праздника они продолжают ежедневно бороться за жизни пациентов. Но новогоднее настроение необходимо, поэтому в рамках акции «Спасибо врачам» активисты партии «Единая Россия» совместно с депутатами Совета депутатов муниципалитета привезли к дверям зеленой зоны подарки. Фрукты для укрепления иммунитета медиков и елку с украшениями для хорошего настроения. Мы с благодарностью относимся к тяжелой работе наших врачей, тем более тех, которые продолжают работать в красной зоне. Поэтому есть проекты, которые именно направлены на то, чтобы поддержать наших врачей. Тем более в преддверии Нового года мы хотели бы выразить им искреннюю признательность. «Зеленую красавицу» привезли и в детскую поликлинику. Активисты и депутаты вместе с медиками установили ее в холле второго этажа. Заместитель главного врача Елена Зинатулина отметила, что подобные акции помогают сотрудникам поликлиники легче переносить большую нагрузку. Они в действительности поддерживают сотрудников, их вдохновляют, стимулируют дальше к работе. И такие праздничные настроения в действительности перед Новым годом – это просто здорово. В сегодняшнее время, я думаю, подобной акции их не хватает, их должно быть достаточно больше. Мы должны благодарить наших врачей за ту работу, которую они делают. Я думаю, что им очень приятно то внимание, которое мы сегодня им уделяем. А новогодняя красавица Елка в празднике будет радовать как работников, так и посетителей поликлиники. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Волшебное превращение. Тысяча новогодних украшений были произведены из 200 килограммов полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки. Все сырье для создания шаров было отобрано на комплексе по переработке отходов в Коловинском округе. Мы понаблюдали, как полиэтилен получает вторую жизнь в виде елочных шаров. Вот уже более двух лет в Подмосковье работает программа по раздельному сбору отходов. На комплекс по переработке Юг компании РТ-Инвест они поступают из Коломенского, Латкаринского, Котельников, Держинского, Ленинского и Домодедовского округов Подмосковья. Именно их бережливые жители невольно и приняли участие в необычной акции. Сюда в приемное отделение комплекса поступают твердые коммунальные отходы с Коломенского, Городского и других городских округов Московской области. Из этих твердых коммунальных отходов извлекаются полимеры, стекло, металлы, бумажная продукция. В дальнейшем все это поступает на переработку. Список вещей, которые производятся из вторичного сырья, довольно большой. Входят в него и елочные игрушки. Для их производства используется пленка. Ее для создания праздничных шаров специально собрали на пункте переработки отходов. Пленка поступает достаточно хорошего качества, пригодная для переработки. Гранулирование и изготовление из нее каких-либо изделий в дальнейшем. И таким изделием скоро станет елочная игрушка. Но сначала спрессованные брикеты отправляют на специальную фабрику, расположенную в Воронеже, где полиэтилен перерабатывают в особые капсулы. Именно из них и делают впоследствии различные изделия. С подмосковного КБО пришло 200 килограмм пленки. Материал достаточно хорошего качества, из которого можно сделать хорошую продукцию. Из 200 килограмм пленки мы сделаем 75 килограмм кранулы. Дальше получившийся материал отправился в новое путешествие, на этот раз в Санкт-Петербург. Именно здесь расположился завод по производству елочных игрушек из пластика. Из полученного сырья удалось сделать целую тысячу шаров. Это финал производства елочных игрушек из торсырья. У нас получился такой симпатичный шарик, елочное украшение. Это был очень интересный опыт. Я считаю, что это очень важно для нашей страны, так как торсырье может получить новый шанс на жизнь. Опять же уменьшится количество мусора в стране. Своё окончание история получила в экопарке Губайлова на территории Красногорска. Здесь получившимися шариками украсили несколько елок. Впервые в России елочные украшения выполнены целиком из вторичного сырья, без добавления первичных полимеров. И это стало возможно благодаря активному внедрению системы раздельного сбора мусора. Раздельный сбор – это прежде всего раздельный сбор в голове. А в голове можно что-то вырастить с детства. Поэтому мы как все-таки часть большой госкорпорации задумываемся прежде всего о России и о глобальном таком экологическом проекте по управлению отходами. Благодаря таким программам, а также сознательным жителям, и вред экологии наносится меньше, и различные материалы обретают вторую жизнь. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В минувшее воскресенье несанкционированные работы строительной техники в охранной зоне линии электропередач 110 кВт Видное Расторгуева и Пахра Расторгуева стали причиной повреждения опоры ЛЭП и обрыва провода, в связи с чем под угрозой обесточивания оказались тяговая подстанция РЖД Расторгуева и потребители города Видное и Ленинского городского округа. Водитель большегруза, который повредил энергооборудование, чудом не попал под напряжение в 110 тысяч вольт и остался жив. ЧП произошло в воскресенье днем. Опора ЛЭП была повреждена строительной техникой, которая вела несогласованные с энергетиками работы в охранной зоне линии электропередачи Видное Расторгуева и Пахра Расторгуева. Также поставлено под угрозу энергособжение всего района и непосредственно тяговую подстанцию Расторгуева. В критической ситуации оперативно и профессионально сработали энергетики Россети Московский регион и не допустили нарушения электроснабжения потребителей, запитав их по резервной схеме и от трех передвижных электростанций. Были оперативно организованы ремонтные работы для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Ленинского городского округа, которые велись круглосуточно с 27 декабря по сегодняшний день. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны южных лидерских сетей о невозможности проведения каких-либо работ в охранной зоне воздушных линий Видное Расторгуева и Пахра, нарушители продолжали незаконную деятельность по отвалу грунта и других материалов, что привело к повреждению опоры. Горестроители уже предупреждали о том, насколько опасным может быть проведение работ на данном участке. Наш телеканал еще в 2019 году выезжал на место вместе с представителями отдела экологии, прокуратуры, госантехнодзора и специалистами Россети Московский регион. Тогда были зафиксированы факты незаконного строительства и сброса строительных отходов. Вызывались на место наряды полиции, составлены протоколы, написаны заявления, которые находятся в правоохранительных органах. Данные информации, все материалы передаются в полномоченные надзорные органы, это Министерство экологии Московской области, которое дальнейшее ведет расследование и должно привлечь нарушителя к ответственности. Но нарушения на данном участке продолжались и в итоге привели к чрезвычайному происшествию. Поврежденную опору специалистам пришлось демонтировать и на ее место установить новую, изготовленную из более прочного композитного материала с повышенной устойчивостью к ударным механическим нагрузкам. А энергетики в очередной раз предупреждают о недопустимости самостоятельного ведения какой-либо деятельности в охранных зонах электрических сетей. Обо всех замеченных нарушениях можно сообщить по телефону светлой линии 8 800 220 0 220. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа совместно с Управлением государственного автодорожного надзора провели рейд в рамках оперативного мероприятия «Технический контроль». Стражи порядка проверили техническое состояние автобусов, наличие необходимого оборудования и документов на конечных остановках города Видное. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Проверки автобусов на конечных остановках в рамках оперативного мероприятия «Технический контроль» сотрудники ГИБДД совместно с Управлением государственного автодорожного надзора проводят в Ленинском городском округе регулярно. Водительское удостоверение, страховка, ПТС, путевой лист и другие документы, необходимые для перевозки пассажиров, проверяются в первую очередь. Затем сотрудники ГИБДД осматривают само транспортное средство. Проверяется техническое состояние автобусов, наличие карт водителей для тахографов, самих тахографов, то есть проверяется время режима труда и отдыха водителей. Также проверяется, есть ли в салоне огнетушитель, медицинская аптечка, работает ли световая техника. Таким проверкам вы как относитесь? Соблюдают ли все описания? Конечно, соблюдают. В этот раз во время рейда удалось выявить только одного нарушителя. У остальных водителей как с документами, так и с транспортными средствами все было в порядке. У водителя отсутствует карта тахографа, нарушения. Будем писать 36 приказ Минтранс, нарушен. Будем составлять административное право нарушения на водителя. Мы не можем понять, сколько он находился за рулем, какое время, когда он выехал. Поэтому ему сейчас нужно будет проследовать до территории автобусного парка. К административной ответственности будет привлечен не только сам водитель, но и компания-перевозчик. За такое право нарушение что водить? 2000 рублей штраф. Кстати, 11-23. И на должностное лицо тоже выпишем штраф на технику. Это 7000 рублей. Перевозчик должен осуществлять контроль, должен оснащать водителя этими картами. И, соответственно, перед выпуском на линии проверять техническое состояние и наличие, чтобы все было у них в порядке, подписывая путевой листы. Такие рейды стражи порядка проводят ежемесячно. Чаще всего выявляют неисправность световой техники. Не работают поворотники, стоп-сигнал или фары. Такие нарушения представляют прямую угрозу жизни водителю и пассажирам. Поэтому до устранения неисправностей транспортное средство, как правило, снимается с рейса. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Во время проведения недели доброты и щедрости в Центральной библиотеке муниципалитета была успешно реализована акция «Книги на дом», в рамках которой сотрудники учреждения приносили книги по заказу читателей. Библиотеки поселка Развилка идею поддержали. Обратиться сюда могут все, кто в условиях пандемии опасается за свое здоровье и старается лишний раз не выходить из дома. Книги упаковываются в индивидуальные пакеты, а волонтеры оставляют их на ручках входной двери. К нашей акции присоединились ребята из детского сада «45 Каска». Ребята изготовили открытки, вот такие новогодние открытки, которые принесли нам. Они хотели поделиться частицей тепла и поздравить пожилых людей с Новым годом. Кроме того, в комплект войдет подарок от жительницы поселка, испекшей к празднику имбирное печенье. Акция «Книги на дом» продлится до окончания пандемии. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова